В какой стране лучшая медицина в мире? Многие сразу называют Израиль, кто-то вспоминает Германию. Однако эти страны не входят даже в десятку лучших. Просто они на слуху, а потому первыми приходят в голову, когда речь заходит о качестве здравоохранения. В этом году, согласно рейтингу индекса здравоохранения, в топ-10 стран с лучшей медициной входят следующие. В Люксембурге государственной системе здравоохранения имеет доступ все жители. Наемные работники и замозанятые отчисляют деньги на социальное страхование. Работодатель автоматически вычитает медстраховку из зарплат. Те, кто не имеет дохода или не может делать взносы из-за низкого дохода, могут получать базовую медицинскую помощь, оплачиваемую государством. В Люксембурге пациенты сами оплачивают медицинские услуги и получают возмещение, предоставляя квитанции за медицинские осмотры, лечения и лекарства. Врачи обычно информируют пациентов о проценте оплаты медицинских услуг. 9 место. Испания Здесь есть как частные, так и государственные клиники. Упор больше сделан на систему государственного здравоохранения. Только 15% медицинских учреждений в стране являются частными. Бесплатное медицинское обслуживание предоставляется не только гражданам, но и иностранцам, имеющим вид на жительство. В страховку не входят эстетическая медицина, пластическая хирургия и стоматология. Система скорой помощи хорошо развита, но неотложка выезжает на дом лишь тогда, когда жизнь пациента действительно находится под угрозой. Финляндия. 8 место. Качество медицины в этой стране заслужило, по мнению экспертов, оценку в 77,5 баллов. Нужно сказать, что финны частые гости в позитивных рейтингах топ-10 из-за отличного уровня жизни в государстве в целом. Несмотря на то, что они находятся, скажем так, в очень северной Европе, им удалось наладить многие сферы своей жизни. Медицина здесь, конечно, платная, но есть возможность компенсировать потраченные деньги. Причем порой даже тем, кто не имеет гражданства в Финляндии. А вот вызывать врача на дом можно только частного. Если же пациент настолько плох, что дойти до клиники не может, приезжает скорая помощь. На седьмом месте. Таиланд. Его нередко называют центром медицинского туризма в Азии. Сюда приезжают не только купаться и любоваться достопримечательностями, но и лечиться. Однако в Таиланде частная медицина развита лучше государственной. И клиники ориентированы в первую очередь на пациентов с высоким и средним уровнем дохода. В государственных клиниках врачи и медперсонал говорят на тайском. В частных медицинских учреждениях есть много англоязычных сотрудников. В Таиланде не принято вызывать врачей на дом. Даже если требуется неотложная медицинская помощь, на дом приедут фельдшеры, которые доставят пациента в больницу. При этом вызов скорой помощи является платной услугой даже для граждан страны. Еще одна североевропейская страна завсегдатой различных топ-10 – это Дания. Ее медицина заслужила шестое место. Расходы на здравоохранение здесь одни из самых высоких в Европе. Этот пункт бюджета составляет более 10% от ВВП. Потому и живут люди здесь в среднем 81 год. Большинство клиник Дании бесплатно. Иностранцам можно воспользоваться их услугами при наличии ВНЖ либо медицинской страховки. Важная особенность местного здравоохранения – полностью автоматизированный документооборот в системе Медком. Даже если человек переезжает и меняет врача, у специалиста не возникнет сложностей с тем, чтобы найти его цифровую медицинскую карту. Нидерланды – образцово-показательная страна в Европе в плане медицины. При наличии страховки здесь могут получить помощь даже те, кто не является гражданами этой страны. Можно пойти как в частную клинику, так и в государственную. Государственная медицина в Нидерландах обеспечивает качественное лечение. Как и в Люксембурге, здесь каждый гражданин обязан иметь медицинскую страховку. Студентам и малоимущим тоже выдают специальную доплату, чтобы они могли такую страховку приобрести. Многие компании оплачивают базовую страховку своим сотрудникам, а дополнительные услуги можно добавить в нее за свой счет. В Нидерландах покупка антибиотиков, прохождение анализов и ряд других действий, связанных с медициной, контролируются домашними врачами. Это делается для того, чтобы люди не увлекались ненужным им самолечением. Франция традиционно входит в топ-5, а нередко и в топ-3 стран с лучшим качеством медицины. В 2023 году она пока на четвертом месте, но к концу года может войти в тройку лидеров. Во Франции действует государственная система «Карте-Витале» по типу обязательного медстрахования в Казахстане и России. Она покрывает примерно 80% расходов на лечение, остальное можно оплатить дополнительно. Иностранцы могут воспользоваться бесплатной медицинской помощью от государства при условии, если живут в стране не менее трех месяцев подряд. Во всех прочих случаях надо оплачивать страховой полис, либо платить за каждый визит к врачу. Страна восходящего солнца открывает тройку лидеров. Средняя продолжительность жизни в Японии – 84 года. Неудивительно, что она – долгожитель в списке государств с лучшей медициной. Японцы большое внимание уделяют внедрению новейшего оборудования, что тоже характерно для этой высокотехнологичной страны. Япония лидирует по уровню оснащенности аппаратами для КТ и МРТ. Частная медицина в стране есть, но более 90% затрат на лечение покрывается государственной страховкой. Благодаря этому даже малообеспеченные люди могут рассчитывать на качественное обслуживание и эффективное лечение в больнице. Южная Корея не случайно занимает вторую строчку рейтинга. Страна производит собственное высококачественное медицинское оборудование, а также закупает аппараты и инструменты у ведущих производителей США и Евросоюза. Подавляющее большинство медицинских учреждений – частные. На долю государственного здравоохранения приходится всего около 10% клиник и больниц. Южная Корея – популярное направление медицинского туризма благодаря превосходно развитой пластической хирургии. Также здесь успешно лечат онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы. Ну и вот он, чемпион по качеству медицины среди 94 стран мира, которые анализировались экспертами. Это Тайвань. Многие местные клиники аккредитованы в соответствии с системой GCI, оценивающей эффективность лечения, безопасность, уровень подготовки персонала и другие важные параметры. Тайваньские врачи используют лучшие достижения мировой медицины и стажируются в клиниках, больницах и медцентрах Европы, США, Китая, Южной Кореи. Нетрадиционная медицина тоже используется, но приоритет отдается научному подходу. У резидентов Тайваня есть государственная страховка, которая покрывает примерно 98% медицинских услуг. Таков список стран с лучшей медициной в мире. Худшее в списке – Венесуэла, которая занимает 94 место с 39,2 балла. Россия расположилась в этом рейтинге на 58 месте с 60 баллами. Чуть лучше эксперты оценили медицину в Казахстане. Он занял 57 место, набрав 60,4 балла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова